Итак, всем привет, с вами ДПК, продолжаем играть за Советский Союз в Total Cringe, и в прошлой серии мы тут в Китае очень успешно будем в бою, и в Испании тоже. И да, мы в Испании, я думаю, победим полностью, но в Китае вряд ли прям сразу победим, но Китай практически ничего не теряет, а значит он очень эффективно развивается, и чем больше времени у Китая есть, тем лучше, потому что у него там очень жесткие фокусы разные есть. Там даже все еще немецкие военные советники, если что, есть, что они там все избавятся, я думаю, и смогут нормально контратаковать. Мы не даем здесь китайцам, кстати говоря, смотрите, как коммунисты на запад разъелись, да, может быть в этом моде, может быть, поиграть за коммунистов в китайских. Вроде у них есть какие-то фокусы, надо будет, возможно, посмотреть. Может еще из этих посмотрим как-нибудь, если там будет интересно. Вот, и в Испании мы победили, что самое интересное, это значит, что мы получим испанскую варианетку, если здесь все так же работает, и получим мы, я думаю, неплохо так с этого профита попозже. Ну, а в любом случае, мы тут заседуем сейчас новые техники 1938 года и будем их уже производить. Поехали. И я думаю, мы вот эти самолеты исследуем. Следующие вот здесь вот будут очень нескоро, только через два года. Думаю, можно будет потратить воздушный опыт, чтобы производить им чуть-чуть получше. Целые два года мы будем их производить, я думаю, это достаточно стоит того. Еще очень хочу я выкачать от этого генерала-инженера и горного стрелка, когда я смогу взять себе приспособленца на фельдмаршала. Ну, скорее всего, я его фельдмаршалом поставлю. А все. С франкистами все покончено. И инженер тоже будет вообще очень-очень неплох. А здесь я бы, наверное, взял какой-нибудь эксперт по пехоте. И вроде как, вроде как это будет прям супер фельдмаршал. И да, у меня пропустился развитие танков фокус. Супер. 30 дней фокусов мы сэкономили. Вот этот фокус мы тоже будем делать. Если говоря, это 39-го теха, да? То есть, блин, там 40-го года был написан, но теха 39-го на самом деле. Так что мы не сильно-то и много сэкономим, если будем вот так вот идти. 3 фокуса на это потратить. В целом, в целом неплохо, потому что здесь потом еще бонусное исследование будет. И в целом конструкторное бюро вот это нам нужно будет. Да, но посмотрим. Мы, кстати говоря, новые легкие танки исследовали. Будем их теперь производить. Скорее всего, у нас будет некоторое количество легкотанковых дивизий. Среднетанковых большая часть. Ну, еще плюс, вот эти танки у нас, скорее всего, будут в разведке. Посмотрим еще, конечно. И надо не забывать подкачивать вот эти вот техи всякие. Артиллерию. ПТО очень важно тоже подкачивать. Это все мы будем сейчас тоже исследовать. И вот этого чела, я думаю, мы уже докачали до того, что мы хотели. Мы уже не сможем ему прокачать хитро-фалисы инженера. И ты, в принципе, ничего. Думаю, тебе нужен пехотный офицер. Ага. Если. Пожите, там. Вот, от, отный. Пехотный не хочет, а отный они находятся. Супер. Так вот, надо, наверное, пехотных еще парочку подкачать. Здесь перки неинтересны. Ну да, давайте, в общем-то... От этого, наверное, парня подкачаем. Хотя... Давайте вот этого. У него самое вроде как нормальные статы. Пехотного выключат. И если успеем, то, конечно, побольше. Но я думаю, мы вряд ли успеем прям много выключать им. Но они хотя бы будут качать пехотку побыстрее. Я уже авиационных добровольцев фотоцидов убираю, чтобы подольше эти бои шли. Чтобы больше шансов было у нас выключить пехотного лидера. Китай же добровольца, пускай, конечно, все еще под авиацией работают. Она, я думаю, здесь очень неплохо импакт вносит. Да, они все работают. Только у нас нету здесь чего. Снабжения просто нету вообще. Поэтому они не работают. Надо куда-то их перебросить. А вот и закончилась война в Испании гражданская. Испания победила в итоге. Будет она теперь избавляться от своих гебафов. И в теории, если так же работать как в ваниле, то мы сейчас получим ее марионеткой. И от нее получим еще, кстати говоря, фабрики. Это всегда приятно. У нас агент, кстати говоря, был ранен при краже военных чертежей. Но мы украли модернизацию ПТО. Смотрите, это... Модернизация ПТО. Да, 140 дней исследований украли. Я считаю, это, конечно же, неплохо. Но надо продолжать. Особенно хорошо, потому что у нас теперь есть агент. Вот этот, у которого есть взломчик сейфов. Это плюс эффективность кражи и минус риск кражи. То есть она не попадается и крадет с большим шансом что-то полезное. Это очень классно. Мы именно ее будем с террацией отправлять на кражу. А уже внедрение делать с другими агентами. Вот как здесь. Здесь есть соблазнитель. Это уменьшает риск как бы... Ну, это просто агент как агент. Вообще, в теории надо было это отправлять, но уже ладно. Нам, скорее всего, и так, и так, да, безопасно. Я думаю, пора наши девизы немножко поменять. Добавить ПВО хотелось бы, но пока еще рано. А вот чуть-чуть моторизовать наши как раз-таки снабжения вполне себе можно. Потому что кони нам в таком количестве не нужны. Точнее как, у нас нехватка коней. Но производить их как-то не хочется. Хочется все-таки больше машинок делать. Более эффективно все делать. Так что мы переходим уже. Есть еще минусы, но все, как говорится, идет по плану. Итак, Генрих Клюшков. Я так понимаю, надо убивать его просто. Да. И у нас появляются новые истребители, как я и говорил. Скачиваем их по максимуму, чтобы на основе этой модели выжить максимум. И сейчас заполним все дополнительное какими-то военными заводами, которых у нас пока нет. Но там еще по фокусам мы получим. И потом все будет идти в истребители. Затем еще немножко добавим в штурмовики. И чуть-чуть в стратегические бомбардировки, потому что они тоже полезны. Мы украли грузовик радио. Чтобы вы понимали, грузовик радио мы бы исследовали, ну, только 300 дней. Мы бы только что украли 300 дней исследований, и это шикарно. И по фокусам мы подходим вот сюда. Мы здесь занимаемся Сибирью и делаем последний рубеж. И дальше он даст нам этот баф на подчинение. И, ну, стабильность немножко накинет. Учитывая то, что у нас есть оккупированные территории, и в целом будут еще потом вот здесь вот. То я считаю, что это полезный баф. Мы чуть побольше успеем получить фабрик со всего. Ну и быстрее будем, в принципе, к себе добавлять их. Вот и Су-2. Су-2 тоже получает максимальное улучшение. И начинает свое производство. И Су-2 старый. Су-2 устаревает. Тоже Су-2. Нам бы штучек 20 производить. И так вот тратегов примерно. И вот мы брали под радиацию ПВО. Тоже очень приятно. Наш агент продолжает работать. А мы снова внедряемся. Только уже, наверное, с этим ребятами. Что здесь у них еще? 55 дней. Так что да, внедряемся теми, кто свободен. Отлично. Пока что агенты прямо работают абсолютно на полную. Я бы, может быть, стал разведруком, но проблема в том, что у нас маловато будет людей. У нас влияются все две страны. Это, по-моему, не даст нам никакого агента. К сожалению. Вот у нас и поедет сейчас третья пистолетка Сталина. И мы идем сейчас в культ прогресса. Третья пистолетка пошла. Идем в культ прогресса побыстрее. Чтобы еще темпы исследования будут установить. Потому что у нас проблемы большие. А затем пойдем, я думаю, вот сейчас фабрики заберем. Возможно, пойдем сюда. Хотя я пока что еще не хочу военные заводы строить. Чуть попозже. Наверное, в начале 39-го. И будем забирать эти военные заводы. Параллельно, наверное, сюда сначала. Затем вот сюда. Ради инфраструктуры в Финляндии. И затем, я думаю, вот сюда мы пойдем. Сразу в Финляндию. Как можно быстрее. И как можно быстрее, чтобы забрать все территории, которые мы должны забрать. О, мы получили бонус в реактивной тяге. Забавно. Кстати, посюда же. Да, 10%. Господи, реально. Но в авиацию, короче, мы не больше внедряемся. Авиация как-то очень грустно выглядит по сравнению с военной и промышленной. И мы украли малые верфи подводных лодок. Это было промышленное. Я точно не играл морские. Мои внедрения нету. Но, походу, я украл себе малые верфи промышленными. Ужас, конечно. Хочется мне вот так сделать. Но, блин, рискованно. Надо гонять вот эту, потому что у нее эффективность плюс больше. У нас больше шансов что-то сделать хорошее. Я думаю, сейчас набьем здесь сотку. И затем начнем у Италии тоже параллельно красить, скорее всего. Но я еще подумаю, конечно. Просто, видите, у нас украсть военной чертежи есть. Внедрения все есть. Агенты простаивают. Надо их закидывать куда-то еще, видимо, в Италию. Так мы сейчас делаем НКОП. И теперь переходим к фокусам, которые дают нам техи. Как вы помните, здесь 34-ка есть. Так что мы сейчас идем сюда. Здесь, в принципе, несколько месяцев это займет. Но это все еще сэкономит нам исследование. Здесь есть, конечно, военные заводы, которые я хотел бы взять обязательно. Но правда в том, что трещерки нам... Хотя, блин. Правда в том, что нам они сейчас не нужны. Мы их производить пока не будем. Нам вот сюда бы безопасность Балтии срочно. Потому что пока мы построим линию Сталина, пока то все нужно сюда идти. Это факт. У нас появляются разные уже теперь решения на укрепление. Но знаете что? Пока что мы это делать не будем. Лучше побольше построим. А уже перед непосредственно войной будем строить эти укрепления. Но прежде чем воевать в Финляндии, я только что вспомнил. Нам нужно вот сюда выйти, чтобы получить инфраструктуру. Черт возьми. Это чуть-чуть я опаздываю по всем фокусам. Вот в один момент они не нужны были все. Сейчас они резко нам все очень-очень нужны, на самом деле. О! Будут исследования, так понимаю, мы украли. Да, так и есть. Давайте теперь военные чертежи крадем здесь. В правительство внедряемся здесь. И самым неинтересным вот этим вот агентом мы поддерживаем здесь сетку. А еще можно выйти на связь с сопротивлением. Почему бы нет? Нам вообще без разницы где выходить, потому что мы потом сможем поддерживать операцию где угодно. Но мы уже будем на связи. А мы здесь идем резко. Паблики еще даст нам, кстати говоря, военный завод даст. Самое главное у нас вот сюда будет инфраструктура проложена. Так, вот над Ежовым. Германы итальянские. Ага, убрать Ежова. Но все равно в принципе и нету. И я думаю, уже пора отменять советника на фабрике. Вот это вот, который дает минус пять военным заводам. На советника, который дает плюс к военным заводам плюс десять. То есть пятнадцать мы сейчас выиграем. Как раз таки скорость строительства военных заводов. И начинаем уже их максимальное производство. Ну потом, кстати говоря, хватит в принципе даже, наверное, три завода. Ну ладно, четыре оставим на всякий случай. И идем мы сейчас к инфраструктуре. И здесь, ну, некоторое сопротивление есть. Хотя, конечно, не такое большое, как хотелось бы для нас. Но мы можем усилять его. Здесь сильно опасная, кстати говоря, миссия. Жесть, очень опасно выглядит. И у нас вряд ли, да, у нас вряд ли есть скидка на опасность. У нас есть только скидка на, точнее, добавка к эффекту. А у нас нету команды, так что мы не можем на самом деле ничего с этим сделать. Мне не хочется терять вот здесь, в не самые эффективные миссии, своих, собственно говоря, шпионов. Следовали мы тут новый тех и качаем вот эти вот исследования, потому что они очень неплохо помогают нам в производстве. И мы украли команды взрывотехников. Что-то в поддержке, я полагаю. Или, или, вот. Кстати, она тоже, кстати говоря, время занимает, так что я рад. Мы все докачиваем то, что мы, как бы, отстаем, потому что у нас куча дебафов к исследованиям. И заново внедряемся, как бы, без проблем. Как бы, то есть, вот, закончат внедрение, мы вот этого агента, который сейчас стоит на сохранении сетки, отправим на кражу промышленных чертежей. А вот сюда, на самом деле, да, вот эти два уйдут. Нормально. Так, если мы думаем, скажем, что есть дорога, уже август, мы, в принципе, по времени примерно как раз подходим идеально. На самом деле, не опаздываем. Опаздываем мы, конечно, на 34-ке и на Илы-вторые. Хотя Илы-вторые после 40-го, так что нормально. В целом, я сказал даже окей. Мы сейчас... Я не заметил, что я нажал. Перезагружусь, нажму то, что надо. И... Да, мы сейчас идем вот сюда. А, там, видимо, был пакт Молотова, и я сказал да, потому что у нас он появился. Да, так и есть. Все отлично, можно не перезагружаться, слава богу. Хотим быть, как раз в безопасности Балтии. Вот это все докачаем, и потом, наверное, в 34... Не, наверное, все еще в промышленном, что мы пока авиацию строим. А потом уже в 34-ке. Польша отвергает ультиматум Германии. Это все очень интересно. Нам нужно вот это сделать. Получим сейчас поддержку войны. И мы сможем повоевать в Польше и поставить себе самое главное на военную экономику. И у нас все войска идут сюда. Сверя у нас операции тут докачиваются. Я подозреваю, что мы где-то вот досюда успеем докачаться как раз-таки, да? Ну, посмотрим. Хотелось бы, конечно, еще вот это тоже взять. Но я думаю, вот эти все три техи мы успеем. А это самое главное на самом деле, потому что здесь 25 атаки. Остальное так, типа. Арга это все-таки не статы. Все теперь идут на границу. Сейчас будем тоже атаковать. И потом будем готовить атаку на Финляндию. А вообще, что потом? Наверное, сразу сейчас буду планировать. И полностью мы всех наших генералов из Китая возвращаем. Дивиди сейчас тоже вернутся. И фельдмаршал вот этого опять-таки накачиваем. Егорова, который имеет мастер снабжения, потому что он нам очень нужен. А вот и решение есть, кстати говоря. Все у нас бегут занимать позиции все еще. Как займут, я думаю, будем атаковать. И начинаем. Советское вторжение в Польшу. Польша снова исчезнет. Пикасс есть. Этот парень здесь сейчас будет занимать позиции. Готовится. Здесь тоже танки у нас готовятся. Если танки, я бы, наверное, под танком генералам прям бы оставил. Тут не столько танки, но мы еще этим займемся попозже. И я подозреваю, вот Рокоссовский, блин, это старая гвардия называется. Не знаю, наверное, вот этого парня. Кого-то, кого-то на фельдмаршал. Наверное, вот этого парня обычным. Сейчас я думаю, кого получше. Этого стата в сумме побольше будет. Значит, давайте он будет у нас обычным. А конев будет фельдмаршалом танковым. Или... Чуйков тоже, кстати говоря, отличный щел. Да. Давайте, наверное, его и поставим танковым фельдмаршалом. Спускайте все готовятся. Надо, чтобы эти выкачали танковых и лидеров. И сюда я всех поставил пехотных генералов, чтобы они, офицеров, чтобы они побыстрее тоже подкачались. Ну и мы наступаем. Плюс авиация тоже здесь везде есть. У тебя боев нету, но я вижу, что у нас авиация работает. Это значит, по немецким боям они работают. Окей, нам нормально. Нам главное побольше опыта получить и военную экономику поставить. Я собирался, но нам все еще немножко не хватает. Нужно переставить советника, я так полагаю. Вопрос только какого? У нас просто здесь сидите. Пять в поддержке войны есть? Давайте вот так. Пять в поддержке войны. Сюда военная экономика. Поехали. Ну и челы вроде выкачиваются солидно так. И маршал тоже вроде качаются. В принципе нам и надо было. Шведская эмпарга, ну, потерпим. И сразу давайте сюда идем по фокусам. Собственно говоря, так. Здесь у нас есть что-то полезное. Восемь поддержки войны. Давайте. Супер. В палетке, видите, намного больше стало приятнее. А алюминий нам нужно будет однозначно. А хром? Нет. Давайте алюминий. А, это не тот алюминий. Я бы, может, еще какие-то ресурсы вот здесь вот. Алюминий я бы хотел, наверное, завидеть. Но его пока еще нет. Значит, потерпим. Так. Есть? Поша есть? Так. Потребовать Карелию? Да. Они отвергают, но ничего. Мы вернем. Своем так. Нам только, чтобы Германия нам территория дала побыстрее, я новый план сделаю. У нас есть пехотка. Давайте пехотку тоже выкачаем, насколько сможем. Ага. Ну-ка, ну-ка. Прорыв. Качество оружия это надежность просто повышает. Да, это неинтересно. Это повышает защиту? Вот так вот, наверное, и сделаем. В принципе. Да. Скорость, конечно, что-то... Ладно. Скорость не хочется сильно терять. То есть, с другой стороны плевать, наверное. Потом еще докачаем. Да, наконец-то это произошло. Польша замерилась и соблюдает договор. Минус поддержка войны, но плевать на это. Самое главное, мы получили территорию, наконец-то. И давайте вернем, наверное, все к гарнизонам, я думаю. Здесь они будут терять снабжение. И видите, командующих пилотов, в принципе, они более-менее подкачали. Я думаю, не так долго в войне им надо будет находиться потом, чтобы докачать. И больше стилей от фабрики, военные заводы. Ужасно, но что поделать. Ой, я украл танк радио. Это еще пара сотен дней исследований. Да, это все еще 225 дней исследований. Супер. Путюнька, избавляемся от всех дебафов. И докачиваем радио себе. И крадем радио себе. В общем-то, я доволен. И промышленно можно опять красть чертежи. Мы, видимо, не потеряли даже... Наш вот это вот внедрение. Это же промышленное плод, да, верно? Вроде да. Или воздух. Нет. Промышленность. Сейчас еще внедрение в армию сделаем. Будет супер. Так. Дурцы инвестируют нам. Мы не будем. Нам столько денег нету. Нету где найти. Так, Бессарабию мы требуем. Правильно, сейчас еще потребуем Прибалтику. И готовим уже наши дивизии для вторжения. И Румыния задает Бессарабию. Супер. А мы сейчас доделаем Прибалтику. И здесь уже дивизии едут на свои финальные позиции. Авиация тоже, в принципе, на местах. Практически. Ну что ж, мы, я думаю, готовы начать зимнюю войну, так сказать. Там еще претензии параллельно доделаются. Но, я думаю, начать войну мы можем уже. Так что давайте-ка... Все же на позициях? Ну-ка давайте... Нет, ничего не все. Чуть-чуть сейчас дождемся. Пока все доедут. И можно начинать. Итак. Поехали. Красная армия готова. Нажмем чуть-чуть попозже. Дальше. Зимняя война. Зато в сети мне надо победить. Я думаю, мы справимся. Пересмотр ставки у нас есть за стабильность. Уроки войны сделать, да. И плюс атаку дивизии на 60 дней. И минус... Потому что это можно еще подумать. Да. Хотя, типа, а в чем... А в чем минус, собственно говоря? Опять с коммунизмом мы еще наскребем потом обратно. Так что поехали. И... Пока нам некуда спешить. Нам нужно, чтобы у нас стратегии немножко выбили здесь укрепление. Все вот. А без укреплений фили просто будут растоптаны. А здесь же можно начинать вот так, в принципе, даже уже. Как и пожалуй от каких-то вот таких вот местах. Не вижу причин этого не делать. Только, конечно, все аккуратненько вручную, чтобы без лишних потерь. А по фокусам идем уже в воздух. Поставим себе и концерн. И начнем истребители под концерном исследовать. И Ил-2 получим. Просто бесплатно. Я думаю, это нормально. А параллельно у нас тут ультиматом проходит с Прибалтикой. Отлично. И ребята все подчиняются. Отлично. Прибинтами нам насрали, конечно. Но не без этого. Теперь у нас плюс неплохое количество фабрик присоединяется к нам. И мы по фабрикам, в принципе, превышаем Германию. Но по военным золотам пока еще нет. Мы их настроим. Конечно, они еще аннексируют там кучу всего. Но в целом к войне мы будем примерно на одном уровне, скорее всего. И вот мы здесь выигрываем. Я только единственное, что думаю. Нам бы как-то успеть окружить вот это все чудо. Было бы очень приятно. Так, а здесь фортификация почти сломленная. Как они сломаются, я начну пушить. И да, мы успели. Супер. Мы неплохо так дивизию здесь выбьем. Потом, когда будет война вторая, уже когда начнется Великой Отечественная наша война, они здесь смогут нам противопоставить меньше дивизии. Это, конечно, приятно. И можно уже наступать здесь. В принципе, мы большую часть фортификации здесь сломали. Мы нормальные уроки войны, кстати говоря, сделали по решению. Супер. Что это, кстати говоря, бонус в электронике мы получили? Супер. Это, конечно, солидно. Мы реально успеем, ну, к войне до исследовать, я думаю, плюс-минус все здесь. Из такого необходимого. Надя готова на уступки. Вообще, я не против, но надо по максимуму их, конечно, еще под это поддушить по возможности. Вообще-то, получился неплохая, я бы сказал, неплохая быстрая победностная война. Вот. Не то, чтобы мы уже, наверное, сильно что-то еще сможем сделать. Здесь только чуть-чуть еще поразмениваться нам в плюс. Вот мы еще успели здесь вайпнуть дивизию, здесь еще свайпнем дивизию. В общем-то, конечно, приятная мелочь в жизни. Ой, у нас Попов, если что, раскачался в 7 атаки. Очень солидно. Все еще он не пехотный командующий, но чуть-чуть достал 4%. Вот этот уже командующий. Супер, мы почти готовы. Надо еще какого-то генерала будет пойти подкачать в Китай, я думаю. Сделать бы танкового, но как получится. Ну что ж, я думаю, на это можно подзакончить текущую серию. Мы в Финляндии повоевали, в Польше повоевали, генералов раскачали. Этот чел уже солидный, хотя, конечно, я ждал, что он получше прокачается, но как есть. Потому что, опять-таки, мастера в снабжении у нас больше нету. Как бы, у милоштабистов... Давайте-ка вот так вот надо что делать. Все-таки мало, и, ну... В целом, вообще, вот этого можно было сделать, тоже Фельдмаршал. Наверное, так и стоило сделать. У него статы на втором лавале уже хорошие. Да. Ну, еще и осторожный тротек. Вообще, наверное, так и стоило. Ну, уже ладно. Уже как раз качали. Надо было вот так вот посмотреть. Что-то, антиристо не хочется, старой гвардии не хочется. Шапошникова, на самом деле, можно было реально сделать остальным Фельдмаршалом. Ну, ладно. Это основной Фельдмаршал. И у нас еще будет этот парень как второстепенный Фельдмаршал. Потому что от одного у нас, скорее всего, все не поместятся. Вот. Ну, на этом, как я уже сказал, мы серию подзавершаем. С вами Редак был Добрый. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.